Законодательство В городе Базулуке МУК Водоканал заключил прямые договора на очистку сточных вод. Изучив то предприятие, с которым заключен контракт, мы установили, что данное предприятие было создано буквально в конце 2019 года, и опыта выполнения аналогичных работ нет. Также данное предприятие не внесено в реестр естественных монополий, и, соответственно, в законах основания заключить с ним прямой договор в рамках 44-го закона у данного предприятия нет. Хочу отметить, что МУК осуществлял свою деятельность закупочную именно в рамках 44-го закона. И ссылка на 93-ю статью, мы посчитали, что она не имеет под собой законного основания. Поэтому мы направили наши сомнения в прокуратуру города Базулука, в международную прокуратуру. Ну и когда получили ответ, оттуда еще больше нас повергло в шок. Прокурор нам сообщил, что в ходе беседы с директором данной организации, директор пояснил, что они разработали уникальную систему очистки сточных вод в одном из НИИ Российской Федерации, которая происходит с помощью мобильного приложения и обслуживается всего лишь одним оператором. Качественное выполнение работ по очистке сточных вод у нас еще больше вызвало сомнений, что это приведет к достижению общезназначного результата. Также мы не увидели, что у данного предприятия, которое оказывает эту услугу, находятся в аренде, либо в собственности очистные сооружения и какие-либо другие коммуникации. В дальнейшем все наши сомнения были подтверждены тем, что... Были многочисленные жалобы, обращения как в СМИ, так и в соцсетях от жителей, проживающих в непосредственной признанности от очистных сооружений, принадлежащих МУПу, о том, что просто невозможно дышать, а такого никогда не было, и вот буквально в весенний период летний люди задыхались от зловония. Мы также обратились в Росприроднадзор и, соответственно, направили свое еще и обращение в Уфас. Росприроднадзор подтвердил, что МУПов допущены при очистке источных вод значительные нарушения, что в результате бездействия или неправомерных действий, нанесенных ущерб экологии, сейчас рассматривается вопрос о привлечении юрлица и физлиц как административной ответственности. В настоящее время ФАСИ также рассматривает, как я уже говорил, дело о нарушении антимонопольного законодательства, а именно создание преимущественных условий для определенных хозяйствующих субъектов, то есть заключение контрактов договоров, то есть на выход процедуры 44-го закона конкурентных процедур. Субтитры создавал DimaTorzok